И побеждайте! Иногда удивляет. Надеюсь, что будут удивлять в хорошую сторону. Ну вот уже Найт Сталкер. В принципе, что-то эти парни знают. Возможно. Тут Баратрум тоже. И сейчас давайте кунить. Ликантропа. Вот, кстати, Найт Сталкер с Ликантропом сам смотрится очень неплохо. Я думаю, если бы они не взяли Найт Сталкера, то команда Инкор... Может быть, мы и не видели бы Ликантропа. Нет, команда Инкор, мне кажется, взяла бы Ликана и Найт Сталкера. Двумя первыми пиками. Да, да, да. Просто первым пиком забирать Найт Сталкера. Ну, да, конечно, великие шансы, что он отправится в бан. Но я бы Ликана все-таки забрал. Но как бы Ликана ты можешь забрать даже без Найт Сталкера. Найт Сталкер без Ликана это такое себе. Ну, мне кажется, это такой подгон Найт Сталкера, вот это лишняя ночь для Ликана получается. Да, да. Где он будет бафать своих, и ты такой собираешь Аганим, вроде бы ты усиливаешь свою команду, а на самом деле ты бафаешь Ликана вражеского. Неприятная история. Поэтому Найт Сталкеру теперь надо подумать, собирать Аганим или нет. Или вообще взять какую-нибудь котла сейчас еще. Котел, кстати, не в бане, чтобы там день подольше, наоборот, был. Найт Сталкер и котел. Не подольше, а просто Найт Сталкер и котел. Кстати, я видела это на просцене, такую связку, ну, как сказать, связку, такое сочетание. Было вполне себе успешно. Полный контроль, то есть днем у тебя есть котел, который палит, ночью у тебя есть Найт Сталкер, который палит. Ну, правда, Ликантроп, ну, Ликантроп только ночью, ладно. Как бы днем он ничего не делает, такой обычный парень, как все мы, может только там в оборот не превратиться. Кстати, странно, почему он днем в оборот не превращается, там же нет никакой луны. Как он может это делать? Ну, он сильный, независимый, наверное. Да, может быть. Ночь там, луна для слабых, все-таки. Там вот ночи для бафчика, для крипчиков достаточно и хватит на том. Ну, вот. Ну да, Акс, кстати, интересно залетает. Кроме как на косплее я его больше нигде не видел в последнее время. Ну да, достаточно редко появляется, немного непопулярный. Нет, появлялся, когда у вражеской команды появлялся Дазл. Да, ну, такой стандартный. Часто пикали против него Акса. Ну, и, видимо, в бану у нас отправляются Виномайнсер и Чен. Да. Боятся Пуша, видимо. Видимо, да. Ну, тогда какие-то кэри такие фармящие пойдут дальше у команды Флай Хай. Ну, и заметь, забанили Свена и Тинкера. Тинкера, это как раз те герои. Нет, смотри. Это те герои, которые очень могут сильно мешать Пушу. Да. Лондруид. Да, да, да. Намечается такой Пуш. А, ну, кстати, получается, да, они, наверное, друг друга контрманами какими-то такими пытались законтрить. Но Лондруид и Ликан, это уже связка. Медведь же тоже получает балл. Да, конечно. И это очень больно будет. Спирит Брекер так влетать. Ну, Акс неплохо, кстати, будет отпушивать за счет своей крутилки. И плюс Ликана можно держать на месте там 3 секунды, пока он в форме. Опять же, если Акса не будут стирать за секунды, если у Акса появятся какие-то артефакты, хотя бы тот же Вангвар достаточно быстро там после блинка. Ну, вот Найс Сталкер не очень хорошо смотрится без Ликана на самом деле. Вот что он будет здесь один делать? Надо думать какую-то хорошую такую связку. Вообще, можно брать Террор Блейда здесь, в частности, потому что нет уже Свена, нет Тинкера. Шейкер только есть. Да, Шейкер не в бане. Ну, вообще, взять Шейкера для Флай Хайт, ну, не знаю. Берут пока Дизраптора. Ну, тоже против Пуша можно поставить где-то. Ой, против Спирит Брекера замечательно смотрится Дизраптор. Да, забанили Чена и появляется Энчантрас. Не, ну, это действительно Пуш, это Инвинс Сибелкор. Ликан будет еще и Сумоном Энчантры сдавать этот дополнительный урон. Конечно, очень сильно получается. Не будут Пушить. Ну, пока Акс... Вот я не верю, что здесь Акс способен отпушивать этих Крипов так бодро и весело. Да, толпу он не отпушит, конечно. Его просто, да, закидают импетусами, тычками. Мне кажется, он вряд ли, даже если хороший получится Агр, вряд ли он оттуда сможет уйти живым по итогу. Есть, конечно, Дизраптор. Тут еще замедление от Энчантрас есть, то есть ты прыгнешь туда, сагришь Крипов, но потом назад шагом пойдешь. О, тяжелая артиллерия, Медуза появляется у нас в пике. Так, сразу Аскал от нее был. Медуза, Медуза. Продолжает это делать. Ну, не знаю, фарм нужен ей, а тут дадут или нет. Ну, мне кажется, вот эта вот компания на 20-й минуте уже может бить твою-то тревышку. Да, и тут твой Мана Шилд на 500 маны не особо поможет. Не поможет совершенно. Не затанчишь и Крипов-то не подзамедлишь, что не будет никого там в скаде. Но зато если дотерпят, то изи вин, да? Вот я хотела предложить бы им взять на центральную линию пака, но пак тут же отправляется в бан. Пак здесь неплохо выглядел со своим ультимейтом, с Сайленсом. Ну, да, пожалуй. Он бы держал Ликана, главное. Нужно чем-то откидываться, нужно чем-то останавливать пуш, какую-то драку. Не знаю, возможно, какая-то Queen of Pain, но не уверена. Нет, клопа тут не смотрится у меня как бы совсем. А почему бы самим не взять Шейкера, к примеру? А куда его поставить? На центральную линию? На центральную? Да, ты права. Тут Керри, получается, тогда не будет. Тут остался у нас свободный мид. В принципе, в мид может пойти Акс. Очень, так, с натяжкой, но может. Стояли раньше. Да, очень тяжело, мне кажется, ему придется. Блинки вангварды появятся не скоро. Да, там будет быстрый левел, но не уверена, что это очень поможет. Зато Шейкер отличный от пуш. То есть идеально там всех крипов будет прошивать свои фиссуры и отгораживать, если надо там просто заслон на 7 секунд ставить. Еще и Дезраптор может свой заслон тоже зафигачить. То есть как бы... Ну, неплохая идея на самом деле. Но требует такого умения. Вряд ли, если ты не пробовал никогда стоять в мид на Шейкере, вряд ли у тебя это с первого раза получится нормально исполнить. Да. Кого берут? ОД. Мне кажется, эту кампанию действительно к 20-й минуте могут просто закрыть. Да. Есть вероятность, что на 20-й минуте вы будете уже находиться на своей базе и без возможности оттуда выйти. Так, достаточно. Обсидиановый сфинкс. Ну, ему очень много нужно фармить. Тоже хотя бы Харрикон Пайк у него должна быть хотя бы. Там еще что-нибудь на интеллект. Тут инвокер. Еще фарджи будут. Но мне кажется, этот пуш будет крайне сложно остановить теперь. Да. Еще некрономиконы наверняка появятся. Может быть даже у двух. Харрикон может собрать, инвокер может собрать некрачей. Ну, все-таки я бы здесь инвокер обрала через Квосвекс, через Ветра и ЕМП. Смотри, какой интересный сет на Медузе. Я первый раз такое вижу. Я где-то такое видела уже. Это, по-моему, из новых сундучков. Нет? Либо из каких-то вот недавних сундучков. Но он внушает доверие, что не могут продержаться больше 20 минут. Сет? Прям внушает. Да. По сету определяем. Инвокер такой прилежный мальчик. Зализанный. Плащики нарядный. Ну, не знаю. Теперь посмотрим. И руки у него опять же трясутся. Посмотрим на исполнение. Как здесь себя сможет реализовать Баланар. Пока я вот его полезности на стадии пика немного не ощущаю. Но зато у него есть костюмчик тоже. Да, зато красивый сет. Почему бы и нет? Это, конечно, важно. Разобрали у нас всех героев. Игроки сейчас нам покажут битву вышек. Что-то мне подсказывают, что invisible core. Invincible core выигрывает битву вышек. Но давай incore сокращать. Я хочу сказать invisible core. Как бы невидимый. Но тут invincible. Что-то это другое значит. Я не владею так хорошо английским языком. К сожалению. Ой, смотри, какая красивая картинка у Медузы. Прям вот со стрелой такая замахивается своего лука. Ну да. Я угадал. У них уровень будет повыше. Чем у Fly High. Но это ничего не значит. На самом деле. Ну да. Не все приобретали компендиум. Не все донатили. Представим команды. Incore, Wake Down, Inwalker. One Pots. Или One Pots. Ликан. ТЕ. Spirit Breaker. Виспери на Лондруид. И Сакура Киоха. И Enchantress. Fly High. Демирон на Outward Devour. Контрабандист на Night Stalker. Санака на Дизрапторе. Тикл на Медузе. Агент 3-2-2. Габена на Аксе. 3-2-2 агентов нам тут подвезли. Да, да, да. Скрытый пул. Для команды. Fly High. Как-то у нас команды немного не заморачивались. Расстановкой вардов в смоках. Смоков нет ни у одной, ни у второй команды. Только варды. Ну сет действительно крутой. Мне прям нравится. Это вот у нее Скади на луке изображено, я так понимаю. Да, это Скади. Еще змея такая прямо ледяная извивается. Интересно, когда она будет пускать свою змею, она прям с анимацией. Да, я думаю, что анимация будет изменена. Смотри, кстати, да, даже на скилле, если посмотреть. И ультимей тоже с анимацией какой-то особой. Да, да, да. И третий скилл с анимацией, и стрелы тоже с анимацией. Черт, что это за сет. Да, я хочу себе такой. Может быть, буду наконец-то тащить на Медузе? Нет, только не Медуза. Почему? Почему не Медуза? Мы в нее немного не верим. Да. И Мишка у нас отправляется на легкую линию. В хардлайн идет. Мне кажется, это триплай будет. Это триплай отправляется. Интересная триплай. Сейчас займет лес команды Fly High. Будет оттуда крепочку себе поставлять. Курьера Те, Ермез Зе Херм Краб. Какой-то там. Миленький крабик. Тут тоже. Он же. Зе Хермит Краб. Ну это вот. Разбили смоки. Давно не было таких выгодов. Вот почему не делают? Надо бы. Да, но там, к сожалению, на нижний руне вообще никого. Все ушли. Они, кстати, решили, смотри, поменяться. Идет на нижний руну сейчас Ликан. Есть. Здесь могут зацепить Ликана. Да, могут. Вот. Смок закончился. И сейчас он должен их увидеть все. Они просто руну могут отжать на самом деле. Вот он пикает. Да, забирает руну. Осталось 10 секунд, и они вряд ли успеют в их лес. Поэтому, да, отожмут руну. Три руны. Хорошо. Хороший старт будет. Особенно для ОД это важно. И да, без проблем забирают три руны. Странно, почему они в последний момент решили все-таки свапнуться лайнами. А, наверное, Акса может быть. Да, Акса на ворде увидели. Успели поставить в ворде. Молодцы, значит, правильное решение. Что тоже их хотела обхитрить команда. Fly high. Ну, теперь трипла на триплу будет, получается, да? Да, да, да. Это интересно. Совершенно верно. Давно такого мы не видели. На прост-сцене нам это редко показывают в последнее время. Здесь будет не совсем трипла на триплу, все-таки будет НЧА подфармливать леса, естественно. Но она будет выходить с этими суммонами, и будет очень страшно, на самом деле. Я бы не рискнул с такой НЧА и сталкиваться. Сейчас она еще совуха. С другой стороны, там есть Медуза и есть Дизраптор, а у вас два Милишника. Да. Очень больно, кстати, Дизраптору, если на него разбить. Медуза и Милишник, он может вот так вот урываться и просто разбивать лицо. Снага погибает, и Сакурокилка забирает. Успеет ли отойти НЧАнтрас? Да, да. Теперь брать совуха, торнадо, отправлять куда-нибудь в среднюю линию, например, через полкарты. Ждать, кастовать, там 80 секунд. Вот она уже начинает подфармливать с совухом. Тут ОД через второй скилл, первый пока не берет. Стандартно. Ну, примерно на равных они пока стоят с инвокером, и будет еще один выход. Акс с Медведем тоже, кстати, ровно стоят. Но здесь, нет, не заберут. А вот Гарпи, это хорошее дело. Она постоянно будет кидать такие свои молнии. Дальше гораздо чаще Гарпию именно брали, просто в среднюю линию послали, и там она делала свои дела. И погибнет здесь, скорее всего, да. Через Фейрифайр пока отхиливается. Не хватает. Один пост тоже вызывает. О, как больно, Медузе. Как ему больно. 17% и штормовая Гарпия. Сколько у нее урон? Покажите, вот этот сумончик. 140 первоначальный урон. Но это мощно, это имба. Гарпия победитель. Гарпия победитель, да. Раньше я помню просто, когда еще старый-старый состав Нави, там, ностальгия сейчас у всех, слеза покатится. Куроки брал, и просто начиня или так же... Начиня, по-моему, эта Гарпия делала ферстблат. Да. Я просто Дэнди отдавал контроль над этой Гарпией в средней линии, и он там сам разбирался. Как бы, получается так. Ну, три килла уже имеет Энчантрас. Такой хороший для нее старт. Медуза улетает на верхнюю линию. Поняли они, что триплу на триплу они проигрывают. Тут же сюда перетягивает Силикан, делает разбег Спирит Брейкер. Ну, и Энчантрас, скорее всего, через заход в мид отправится. Смотри, они все равно опять триплу на триплу ставят. Ну, да. Но теперь посложнее будет, потому что Энчантрас все-таки в лесу противника будет фармить. Будет ли Санстрайк, пока не кастуют внутри Инвокера. Он разорвать может очень неплохо. А у него нет маны на Санстрайк. Отпивается здесь флаской. И проблемы уже могут быть у Инвокера уже. Да, Миро, он еще пару тычек даст, и все, это минус. Да, погибает. Дал с деревом заблочить. Немного переиграл самого себя. Ну, здесь на телепорте пришел Дизраптор. Нужно было либо идти сразу до конца добивать ОД, либо пытаться как-то отходить. Энчантрас пока не спешит перетягиваться. Сатира... Байт на Курьера такой был, мне кажется, некоторый. Да, мне тоже так показалось. Ну, нужно обходить его как-то, пробовать давать код снэп. Ну, Сатир-то тоже очень мощный на самом деле. Он даст один свой шарик, все это домой отправит. Сразу. Ну да, это какой-то наивный такой выход. Иди-ка сюда, пожалуйста, можно я в тебя шарик дам? Нет, нельзя. Ну ладно. Больно здесь Баратруму. ТЕ гоняет его контрабандист. Ну, у него есть разбег, поэтому нет глимса на Дизрапторе, поэтому не страшно. И вот, перетягивает сюда Энча. Нужно брать вот Кентавры, возможно, там слева стоят красивые. Спирит Бэээр. Ну и Лон Друид свободно стоит против Акса, замечательно себя чувствует. Сакураки Ока берет Кентавру, вот это очень полезный грипп, но он может пока только дать стан, Спирит Брэкер Рейс, можно разбирать Дизрапторе, Санако минус. За контрабандистом дальше, но правда он очень тяжело будет догнать. ТЕ, цепляет, есть урна. Есть урна, есть еще, нужен один удар. Прям сквозь деревья прогрызается. Ммм, да тикает ли? Нет. Нет. 20 хп. Уже и фласку потратил, заметь, ему урна сбила. По-моему, Медуза фармит на телепорт, она снова перемещается на нижнюю линию к Лон Друиду. Да, мне... 8 крипов имеет Медуза, Лон Друид 23. Проходят корни. Щиток падает, а что, почему так больно? Вот уж эти куски от Медузы отлетают. Лон Друид 5 уровня. Еще корни, если сейчас пропрут, это просто проплачено. 3-2-2. Серьезно. Нет, повезло. Мог Медузу под Тавером похоронить. Ну да, некоторые проблемы здесь у Медузы явные намечаются. Вот Аген Габена на один пос. На одного посыка. Или кто это? Не знаю. А вот зоопарка от Энчантра здесь выходит, должен быть Станкетавра. Торнадо полетело. Станкетавра не дает. Блочит Кентавра этот Ликан. Как они не доигрывают. Здесь немного. Опять корни прошли по Медузе. Проблемы здесь могут быть еще и у Дизраптора. Есть ОД. Он должен убивать. Новый Мишка. Дизраптор погибнет по идее. Да, ну тучку еще буквально отдать. Отличная игра от Весперина. Хоть он сам и погибает, но забрал двоих. Это отличный размен. Он получил золото куда больше, чем потратил. А здесь прогоняют просто Акса из-под своего Тавора. Он пытается горелку навешивать, но тут просто один вышку сейчас потеряют. Есть хил от Энчантрас. Поэтому вряд ли они здесь боятся Акса. Да, абсолютно. Все равно на него. Что, обойти? Могут ворваться. Вот так вот подзамедлить. Сейчас как раз ночь. А где Найт Сталкер у нас? А он за руны богатства побежал. Четвертый уровень, кстати, не так плохо, но абсолютно неактивно. Он эту ночь играет. И вышечку добивают. И могут здесь, кстати, забрать сейчас Акса. Санстрайк, пошел, да, это минус. 100%. Браво, отличная игра от инвокера. Следит тоже за все карты. Ну или ему информацию дают. О, очень быстрый Мидас появится у него. Да, там, несмотря на его смерть в миде, 2 кг санстрайками. Плюс он топ-1 на карте по фарму. Имеет больше всего добитых крипов. Очень хорошо все. Вот Медузе я не завидую. На самом деле. Fly high. Им нужно что-то делать. У них и так, как бы, смотри, пик на очень позднюю игру. Их могут за 20 минут задавить. Так они еще начало проигрывают так серьезно. У них Медуза 1300 NetWords. И Enchantress саппорта обгоняет ее. Ну вот непонятно на самом деле, что им было делать, когда враги постоянно свапались лайнами. Медуза тоже пыталась уходить на телепорт. Да не надо уходить. Встань уже на своей легкой линии и жди там. Терпи. Что поделаешь. Больно здесь Enchantress. Вот это Гарпи. Она постоянно бьет. Агент Габена сейчас просто просядет этой Гарпи. Один пост пытается его цеплять. Баррельчик тут стоит. Он дерется с агентом Габена. Правда, здесь все равно погибнет. Сто пора с матчем ему дают. Сакурок и Йоко пытаются уйти. Одну тучку осталось дать. Можно еще с контрабандистом подраться. Перед брекер бежит. Санстрайк пошел. Но нужно отпеваться урной. Глимс. А Глимс неудачный. Глимс неудачный. И Enchantress может спастись. А еще могут и на развороте забрать здесь. Да, замедление по контрабандисту пошло. 17% башек нужен. Нет, не нужен. И так сойдет. По дурной. Ну, очень агрессивные команды Encore. Очень агрессивные играют. Вполне очень себя реализует. Enchantress. Уже 4000 перевес на 9 минуте. Да, ты права. И еще одна вышка падает. Перетягивается на Эдсталкера толку. Ночь не скастуешь. Там Ликантроп сильнее будет. Просто туда подошел постоять возле телепорта медведь. И все. Я говорю, пошел. Вопрос закрыт. Хорошо, парни. Я сюда не лечу. Полегче. У Инвокера, я думаю, уже появился Мидас. Мидас сейчас появится на Лондруиде. Такие тревожные звоночки. Я не думаю, что Лейт будет выглядеть сильнее с неформящей Медузой. Да. Я сомневаюсь, что он вообще будет. Не успеет уйти на телепорте. Почти, если бы чуть раньше. На пару пикселей Акс стоял. Ближе к Инчантре. Да вот СОООК здесь подходит. Возможно, сейчас будет какой-то Торнадо. Не хватает. Подожди, нет. Хватает Манны на Торнадо. Что это я? Еще есть время. Медуза, пятый уровень. Десятая минута идет. У нее есть Аквила и все. Это очень мало. Ее по фарму обгоняет даже Акс. Ее обгоняет вражеская Рума. Ее скоро Баратрум догонит. Пятая позиция. Но Баратрум, который не делал ничего. Ну вот заметь. Не кратчи появляются еще. Они действительно просто за 20 минут хотят спушить. Вот и все. Но это правильное решение. Хотя вот если не получится спушить за 20 минут, есть еще план Копхан в виде двух Медасов. Не получится, да. Тут и Медаса, и Медуза совсем никакая. И так-то тяжело было бы с одной Аквила, тем более. ОД без Маны переходит, что-то пытается здесь делать. Ну, и Мпетусы уже появились на Энчантрис. Надо уходить под Санстрайк. По таймингу все четко. Пытаются на Энчантрис как-то забирать. Но у нее интеллекта хватает, в принципе, чтобы драться. Забегает Баратрум, цепляет ОД. Тут Медведь, Чукорни сейчас пропрут. 3-2-2. Нет, пока не пропирают. Медуза со своей Аквила что-то пытается сделать. Волк побежал, прячет его в Астрал, но ненадолго. Ну, и нужно пушить. Погнали на свой Шрайн. Как говорится, сноси вышку перед моим лицом, только не бей. Ну, у Медузы даже нет ультимейта до сих пор. А, ну тут Энчантрис загуляла, мне кажется. Баратрум, конечно, один в троих тоже так опасно влетает. Тут уже Акс подошел с восьмым уровнем. Вот он единственный, кто так более-менее себя чувствует. Хотя у него тоже... Акадаггер появится скоро. Ну и вот уже упала первая Т2-вышка. На 10-й минуте. Нет ни артефактов, ни левела. Инвокер сейчас будет 10-й уровень. И топ-1 Нетворс. 7 тысяч. Хэнд оф Медос появился также на ОД. Может быть, это как-то поможет, конечно, догнать, сравнять ситуацию, но... Может, например, съедать крипов, когда они пойдут ломать там Т3 Tower, как вариант. Ну и уже разница больше 7 тысяч преимущества у команды Инкор. Самая, мне кажется, большая проблема в том, что у Медузы даже левела нет. Не то, что нет фарма. А вот сейчас можно было бы очень хорошо включить свой ультимейт, остановить этот пуш Т2. Ну, 2-100, 2-100. А его просто нету. Юль, 2-100. Как бы тут левел, не левел, фарм. Ну, вообще нету его фарма. Но даже ПТ у нее нет. Или Фейзов, что-нибудь. Ну, это вот был фарм на телепорт, и вот эти перемещения, которые не принесли никакого результата по итогу. По итогу она уходит в лес и фармит лес, вместо того, чтобы фармить лайн. И стаков у нее нет ничего. Просто очень медленно фармит свой лес. Ну, вот Блингдаггер появился на Анксе. Не уверена, что он... Сможет здесь какую-то решающую важную роль сыграть. Но, возможно, хотя бы получится быстро забрать ту же самую энчантрос, как вариант. Нет, ну, Блингдаггер это хоть что-то. Акс. Да. Один из немногих, кто здесь что-то делает. Еще ОД. 4-700 надворц имеет. Хорошо себя чувствует. За счет медленно. Ну, вот уже первые некрономиконы появились у Ликана. Да. Контрабандист. Съедает книжечку. Немного появятся у него фейзы. Все равно в целом... Шестой уровень. Так себе. Но ночь давать невыгодно, опять же. Особенно, когда они будут пушить. Это вообще невыгодно. Тут еще и некрономиконы пошли. Тяжело. Очень тяжело будет эту игру вернуть. С такого счета 10-3. Перевеса 7000. Ну, посмотрим. ТЕ на хосте. Кого-то ищет. Смоки прожаты. Но выйти очень тяжело будет. Дамирон у него очень мало маны. Но может, тем не менее, что-то сделать. Латюак срывается очень неплохо. Но урона, урона совсем нет. И еще бьет по энчантре. Зачем бить по ее пассивной способности? Он сделал два удара. В итоге ничего не настакал. А мана оп закончилась. Прилетает Найс Сталкер на свою смерть еще. Их просто конвейером в таверну отправляют. Ну, что они здесь делали? Вообще непонятно. Медуза. Сманы шелдом. Смотри, ультимейт подругил. Неплохо, да. Неплохо. Мне кажется, некоторые проблемы с тимплеем и с командной игрой. А тут уже Люкан просто. Даже внимания не обращает туда. Зачем ему идти? Он просто пушит. Соло пушит Т2 вышку. Да. Ну, тут я не знаю, как им дефать. Внешний товара. Тут хэйграунд-то тяжело будет задефать сейчас. Ну, смотри, попробуют сейчас поймать, конечно, Ликантропа. И, может быть, даже убьют, мне кажется. Смотри, ультимейт мимо. Почему они не прожимают ультимейт? Он спрячивает устрам. Он погибнет, да. Ну, а тратит время, скорее всего. А там уже, смотри, заходят, на хэйграунд. А телепорты потрачены. Здесь только Дизрапторы и Найс Сталкеры. Но они отобьются, отобьются. Хотя половину вышки потеряют точно. И больно очень от лимпетусов. Нет, нет, маны на Санстрайк. И, возможно, здесь Т3 уже упадет. Первая медведь добьет. Но Мишка подалакрите, грезет очень хорошо. А почему не добили? Три хп, три хп, размород, размород. Но Денайти они вряд ли будут. Отдают Медведя за 300 золота, но забирают вышку. Нет, Медведь, похоже, выживает. Да, выживает. Ну, тогда хорошо. Они все равно не Денайли, мне кажется, невыгодно это делать, когда уже на базе вышка стоит. Ну да, Медведь с Медасом. Скоро будут вторые Некрады. Оформил себе Паталикан. И можно идти ломать Шрайны. Кворта став Саблю, скорее всего. А может быть Мом? А может и Мом ставить. Мом, я думаю, здесь. Здесь Мом больше напрашивается. Выход Смока. Ну смотри, Сабля с другой стороны, это сразу две атаки, а вдруг пропут корни, а вдруг там что-то еще. Смоки разбили, похоже, под Вордом. Да, все отходят. Видели Смок этот. Ставят у нас паузу. Чекает Рошана контрабандист. Мне кажется, сейчас Рошана мне особо нужен, можно забрать Т2 снизу, забрать Шрайны, это еще будет еще большее преимущество по деньгам. 16-ая минута, 10 тысяч, очень сложно будет как-то отыграть и вернуть. Да, там есть Медуза, это все-таки Мом. 3-200 Медуза, там есть Медуза 3-200. Мом, я была права. Сабля для слабых, уверенный в себе Медведь. Ну, у него 2700, может себе позволить, как говорится. А покажите, что у нас есть на Медузе. У нее хоть что-нибудь появилось? О, да, есть. Медас и ПТ. У Дизраптора тоже нет ничего. У Медузы есть Фейзы Аквила. И собирает она Блэд Мэйл. Блэд Мэйл. Ну, нет, правильно вообще, знаешь. Как бы уже в такой ситуации, когда у тебя Манэшилд не спасает, единственный шанс это Блэд Мэйл. Собрать и что-то сделать. Да, третий Некрасов бежит. Может быть, вот так ее не будет трогать некоторое время. Аганим, 15-ая минута. Аганим, Медас, сапог имеет инвокер. Мне страшно до него смотреть. Скоро появится Блинк Даггер. Мне кажется, у него появится раньше Хекс, чем у Медузы Блэд Мэйла. Там просто в курицу ее будет превращать. Возможно, кстати, как вариант. Ну, вот сейчас будет. Потеряют просто время своим вот этим выходом в Смоках, которые видели. Никого не найдут, никого не убьют. Да, конечно. И зачем они вообще выходят? Они проигрывают, то даже если они на троих наткнутся, не факт, что они Драку выиграют в салат. Да, знаешь, им вот в Смоках здесь единственное, что можно было полезного сделать, это сентряков наставить и вардов наставить, защитных, чтобы видеть вражеские выходы. А так фармить и пока вам время дают. Чтобы понимать, да, понимать, где можно безопасно фармить. На мой взгляд, было бы самое полезное. Зачем сейчас этот выход нужен, ну, совершенно непонятно. Лондруид отключается от игры. Ну, то есть, да, если даже вы в Смоках там цепляете этого Аликана, вряд ли у вас хватит урона его убить за агро Акса. Скорее всего, он успеет прожать ультимейт и просто убежит. Вообще не факт, что хватит. Либо придется тратить вообще все ультимейты. Ну, то есть, там, ОД, Дезрафтера. На одного Аликана это очень много, потому как по другой линии могут все остальные герои врага пойти. Они просто закончат игру. Да, и дэхать вы это уже не сможете. Пока они Люкана убивают. Ну, вот. Ну, вообще, у Лондруида как-то очень много денег. Да, с Мом. Подключается у нас Лондруида. 7100 у Минбокера и 6800 у Лондруида, да. Детворцы потрясающие. Лекан, кстати, отстает 5600. У него есть не кратчо, он будет максить их все и идти пушить. Ну, Лекан здесь, мне кажется, не столько времени фармил, как больше сплитил, в драках каких-то участвовал. То есть, если Млокер статично стоял на миде, фармил, то Лекан на верхнюю, на нижнюю линию перемещался, шел соло пушить. Возобновляется у нас игра. Ну, и сейчас вот Лекан должен увидеть этот выход. Ну, могут их лес пофармить, в принципе. Это единственное, зачем они сюда пришли. А, прожимают скан, никого не находят. Все прижались. Ну, вот, бесполезный выход. Получился, смог закончился. Ну, и сейчас, да, вард их увидит. На Рошана еще и не Чандры Скрипа отправила прочекать. Ну, то есть, целую минуту потратили бездарно, абсолютно. Вот, сейчас все спалились на варде благополучно. Ну, нужно ломать. Пойдут на Рошана, все. Так это делается, в принципе, или нет. А, забрали сначала вард. Вот теперь только на Рошана. Ну, Рошан здесь очень быстро упадет, очень много урона. Да, и плюс под всеми этими спалами от Мишки еще и Ликантроп мог бы дать свой хауль. Ну, тут и Медведь просто страшная вещь. Отрывает куски от этого Рошана. Ну, Mask of Madness. Не оставляет шансов. И корни постоянно. Это страшно. Ну, там плюс еще Алакрити на него вешается. Смотри, как он быстро бьет. Просто реально. Забирает Айгес Медведь. И все. Пожалуй, можно идти дальше. Shadow Blade на Enchantress. Ну, это чтобы еще и Сентриков приходилось покупать. Летит он уже к ней. Да, просто взять, потом собрать Sylver Age и снимать пассивку ОД. Чтобы тот не мог себе ману восстанавливать, как вариант. Ну, да, вот Дебизмана очень бесполезным становится. Элиакс здесь раскрутки. Ловят здесь Ликана, хватает урона, чтобы его убить. Баратрум зря не отменил разбег, на самом деле. Команда не успеет подойти. Подзакидывает немного, но они на встречу перевесы. Здесь инвокер. Ничего, он кидает и нужно уходить. Еще ультимой этот Медузы под Метеорит. Ой, как больно. Медведи надо уходить, на самом деле, вовремя. А у него есть еще... Нет, не отпустят, не отпустят Медведя. Энчантрес прибегает под пентусами. Начинает. Минус Медуза. А смоки зачем было использовать сейчас, непонятно. Встает Медведь. Энчантрес в инвизи бегает. Но Энчантрес сейчас развернется. Почему он не хотел драться с самого начала? Помогать своему тиммейту? Они же могли бы вдвоем разобрать. Тут Чурикан приходит и просто надо делать минус 5. А сейчас и будет минус 5. Находит здесь Баланара. О, как же больно Дизраптору. Не хватит урона так близко. С Амстрайком пропадает инвокер. Как они играют? Казалось бы просто, но эффективно. Взяли пик, реализовывают его. Действительно, они к 20-й минуте закончат сейчас. 11 тысяч преимущество. 18-я минута. Драка, которая вроде как началась хорошо с того, что убили Ликана. Мы видим, да, изменения в Галде и в опыте. Совершенно не в пользу Fly High. Спокойно, вторую пушечку забирают. Агент Габена перетягивается. Ну, кстати, к Мейтузи сейчас скоро появится, возможно, Блэдмейл. Это прогресс. Это прогресс. 18-я минута, напоминаю, 19-я. Шанс будет. Ну, это как спектра такая, знаешь, тоже с Блэдмейлом. Вангвардик еще. Нужно. И все отлично. Вард поставили на хайграунд команда Инкор. Видят всю движуху, видят Акса, видят Дизраптора. Да, догадались. Привозят в центре Вард. Ну, и можно, да, подпушивать. А тут уже голые бараки. Там голые бараки стоят. А, да Игисы мои из-за выделили. А, нет, да Игис потеряли. Можно Шрайн вот еще один сломать. Форстав появляется на ОД. Шрайн 5 на 5 шансов нет, на самом деле, в драке у команды Fly High. Ну, там, видишь, под вышкой тяжело подняться. Кстати, я пропустила момент, когда половина центральной Т3 вышки упала. Так надо зайти с той стороны, где нет вышки. Вот и весь, в общем-то, вопрос. Как бы там ты уже не подефаешь, а бараки довольно быстро упадут. Вангвард появился на аксе. А, третий Некорномикон. Да, был ДМ Чунчантра. Смотри, она просто в соло минус 5 пошла делать. Она пошла соло убивать бараки. Прочекала? Нет. Никого. Но крипы далеко. Крипов нет на ХГ. Вард здесь ее видит. Вот не видят здесь, что вышли они с базы все так дружно. Да, решают, видимо, добить верхнюю вышку, верхнюю линию. У инвокера уже появился, интересно, блинк даггер. Сакрит релик есть у нас у медведя. Ну, скоро будет. Блинк даггер, да, летит к инвокеру. Ну, очень быстро, все по таймингу. В 20-й минуте уже есть блинк. Ну, против этих кастов, как спасаться, я не знаю. Хороший какой-то ультимейт нужен от Дизраптора, но 20-я минута, а Дизраптор 5-й уровень. Да, это печально. Да, и у инвокера с блинк даггером ты в ультимейт не поймаешь никак. Ну, просто. Да, очень тяжело. Нет, возможно, через какой-то глимс, но это все равно нужен вижен на него. Да. Либо стоять очень удачно так, чтобы после... Гарпия, гарпия, она ждет своего момента, смотри. Сейчас будет залетать. Очень битая гарпия. Полечите эту гарпию. Медведь начинает просто подалакрить и разбирать в соло, иди сюда, УД. Дин на один с тобой поговорим. О чем стоит? Теперь пошел, отогнал. Неплохо. Гарпия, гарпия еще никого не плюнула. Медведь погибает. 300 золота для Медузы, для Медузы. Да, для Медузы. Пригодится. Вот Блэйт Мэйл может даже появиться. Еще и гарпию забрали. Какие молодцы. Новый Спирит Бэр и попытка номер 2. Но мне кажется, нужно как-то влетать все-таки Баратруму, давать туда сразу же сверху прокаст от инвокера. Так он очень быстро бьет, кстати, медведь подалакрить и подмом. Еще я забыл про Мон. Волки тут зашли по очереди. А еще Некрачей не вызывал себе Ликан. Да, надо просто на мужика зайти. 2 трети Барака тем временем уже упал. Он не регенится. У него не за раптора есть. Вот это знак прям такой. Торнадо пошло. Пытается кого-то засыпить мимо. Медуза кидает свою змею. Как далеко Метеор катится. Ну, опять здесь заходят волки. Ну, это тоже такое. Подкидывать там по 40 золота. Урон Табараку не наносит почти там. Ну и что? Закрыли, конечно, на базе. Но при этом зайти снести немного не получается. Будут ждать, наверное, нового Рошана. Не думаю, что так пойдут. Не хватает силенок пока. Хотя 15 тысяч перевеса. Вообще, я думаю, нужно. Они могут ждать. Нет, не Сильверейдж. Я бы на самом деле подождала Сильверейджа на НЧ. НЧ, просто когда прыгает Акс, отключать ему пассивку. Ну и прыгай, ну и фиг с тобой. Да. Ну, либо если ОД подставится, то ему можно отключить. Да, либо ОД, который влетит сверху. Ну, вот что-то из этого. В идеале вообще собрать всем Блэкинг Бар и в команде Силосвета и просто зайти. С руки там никто не бьет. Вообще ничего вам не сделают. Если у вас будет БКБ. Медуза очень слабая. 5500 у нее. Это даже меньше, чем у Акса. А Энчантрес все дальше и дальше от нее отрывается. Получается, что вообще возможности нет никакой. Драгонландс у нее, между прочим, скоро появится. Ну, уже Блэйдмейл есть, да. В принципе, не так все плохо. Не сдаются ребята из Флай Хай. Ну, я думаю, если посмотреть, что есть у Мишки или Контропа, там будет намного больше. Даже у Энчантрес намного больше. На 3000. Ну, Энчантрес очень хорошо сделала начало игры своими самонами. Очень удачные там были выходы. Мне кажется, сразу такая легкая дизмораль 3-0 имеет. И когда вражеская Энчантрес имеет 3-0, приводит свой зоопарк куда хочет. А твоя Медуза не может совершенно фармить. Надо печально смотреть на такое избиение с умонами. Ну, вот сейчас хотя бы как-то имеют возможность откидываться. Не так просто будет зайти. Владмир дофармливает себе Эликан. О, что, хороший артефакт для команды в данной ситуации. Ну, для пуша вообще очень хороший. А вот теперь, мне кажется, будет выход. Радианс приобретает себе Лондруид. А, так вот почему они не могли зайти. Все-таки вот эти 5000 на Радианс они не бьют. Как бы их надо было потратить сначала на что-то. Теперь он только закупает. Ну, и плюс Эликан дофармил себе Владмир, что-то там летит у нас к Энвокеру. Еще Энчантрес 1200 золота на руках. Ей бы Харикан Пайк в идеале купить. И Тревола Энвокеру. Ну, а теперь будет заходить попытка номер 3. Ну, да, то есть пока одни отвлекают. С одной стороны, там несколько Треволов в команде. Можно лететь на другую линию, пушить. В итоге противники вынуждены туда-сюда перетягиваться. Что-то при этом обязательно упадет. Смог. И делаем вид, будто нас нет на базе. Будто мы ушли куда-то. Выход в спину. Тут сейчас должны увидеть, да. Спалилили. Понимаешь, что Медуза одна. В принципе, можно с ней подраться. Тут Найс стал как-то сзади заходить. А зачем с ней драться? Бараки упали. Лондруиды сейчас могут разобрать на самом деле. Погибает сейчас Дезераптор. Успел поставить свой ультимейт. Причем его в Астрал. Вырывается Баратрум. Ну, да, вот тут разбор. Тут уже видно просто, насколько преимущество огромное. Несопоставимое. Без проблем убивают. Очень тонкие герои сил тьмы. Бараки упали. Герои упали. Ну, есть два байбека. Но я думаю, это уже ничем не поможет. Да, ГГ. За секунду просто падает Т-3 вышка. Отчаянный прыжок Акса. За секунду падает Барак. За вторую секунду еще Бараки. Ну, это просто уже разбирают. Конечно, минус 5. На третью сторону. Я думаю, можно писать здесь Good Game. Шансов никаких. Ну вот, за 26 минут с 29 тысяч, 31 тысяча перевеса. 32. Ну, не рекорд, наверное, но очень много. Да, преимущество очень большое. Поздравляем команду Инкор с прохождением в следующий этап. А я вообще не понимаю, почему так редко берут пик на пуш быстрый? Это ж как бы изи победа. А тут бест оф один и все. Ну, там были первые неудачные пики. Вот Баланар не совсем подходящий. Не очень подходящий. Дизраптор. А так, в принципе, есть чем контрить этот пуш. На самом деле. Кипер оф зелайт бы смотрелся куда лучше. Тоже сломай Медуза. Ну да, намного лучше, чем... Да, то есть, в принципе, этот пуш есть чем останавливать. Он бы и Медузе, кстати, на щит ману заливал. Да. Да, он был бы намного полезнее. Ну, резюмируя то, что Invincible Core проходят дальше. Флайхай мы желаем удачи. Регистрируйтесь на следующие турниры, а мы уходим на паузу.